МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Каждый прожитый год отделяет нас от той страшной войны. Для некоторых поколений Великое Отечественное уже стало историей. Но есть события, которые навсегда останутся в памяти людей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Героиням нашей программы, сестрам Екатерине и Анастасии Кулабаховым, на двоих почти 190 лет. Екатерина Михайловна родилась в 1926-м, Анастасия Михайловна, в 1930-м, каждый за 90. Удивительно, насколько ярко и точно до мельчайших подробностей помнят эти пожилые женщины эпизоды своего непростого военного детства. Они очень обрадовались, когда приехала наша съемочная группа. По русской традиции напоили чаем с конфетами и начали свой рассказ. Я родилась в поселок Студенецкий, Чернильского сельсовета, Дмитрий Скорейгона, Курской области. Моего отца звали Михаил Михайлович Кулабухов, а маму Ольга Иларионовна. До войны мама работала на ферме, отец – кладовщиком. Папа два класса кончил, а был очень умный и очень добрый. Обычная крестьянская семья. Дом, хозяйство, четверо детей. У нас три сестры было. Я, Шура, Настя и Толик. Счастливое это было время, особенно для ребятишек. Мы все бегали вместе, катались на санках, у колхоза были сани большие. Берем сани, особенно вечером, и садимся все, кобульком катались на лыжи. В 41-м маленькая Настя окончила начальную школу. Впереди были беззаботные летние каникулы. Но для нее, как и для многих других советских детей, вражеский гул самолетов разделил жизнь на до и после. 22 июня нам объявили ровно 4 часа. Киев вобили нам, говорили, что объявилась война. Вот по радио, радио был большой, вот такой круглый. Вот и громко говорили об этом. Враг напал и быстро идет наступление. В первые дни войны их отца Михаила Михайловича Кулабахова призвали на фронт. Отца вызвали по работе в городе Дмитриев. И он не вернулся домой. Его прямо с работы забрали в армию. В сентябре 41-я часть, куда был призван Кулабахов Михаил Михайлович, попала в окружение. Родные ничего не знали о его дальнейшей судьбе. Нету никакого слуха. Война уже у нас окружила всех. И у нас на колхозном дворе стали давать лошадей раздавать. На два хозяина одну лошадь. Вот мама ушла туда, уходит, а я с братом. Я говорю, Толя, пойдем посмотрим, какую нам к Асю лошадку дадут. И скоро будем кататься, ездить. Вот, одел я его, заберу на руки, выхожу на крыльцо, а отец со двора идет ко мне навстречу. Подошел как раз. И ко мне. А я говорю, здесь дома никого нет. А он говорит, дочь, да это ж я. Наша героиня помнит, как плакала от радости тогда ее мама. Как собрались в хате люди, стали расспрашивать, что, мол, и как. И отец рассказал свою историю. Так и шел, неделю слепой был. Нагнулся, капуста стояла голодная. Качан капусти нагнулся сломать. А тут пуля сжиганула, и глаза ему ослепило. А потом, говорит, начал видеть, как через марлю, а потом через сетку, а потом, говорит, начала потихоньку отпускать, отпустила. Шел с товарищем. Он говорит, иди, Николай, а я буду, а я останусь здесь. А он говорит, нет, я тебе не брошу. Приходит до села, он его довел. Вот, зашли туда, переоделись военную, одежду сняли, а гражданскую, какую им дали там, теларейку, купайку, вот, одели и шли. И он его как раз до дома довел. В октябре 1941-го Дмитриевский район был оккупирован немецкими захватчиками. Они сразу с двух сторон. С одной стороны, с другой стороны нас окружили, и все, некуда. Для борьбы с врагами на территории района было сформировано два партизанских отряда. Анастасия Михайловна вспоминает, что товарищи по оружию не называли ее отца по имени. В отряде у него был позывной. Не забудь Михаил уважаемый, а забудь уважаемый. Уважаемый. Это он. Туда-то, туда-то, туда-то иди. Или пришел оттуда уважаемый. Настя была еще мала, чтобы до конца понимать, в чем заключались поручения партизанского отряда, которые они выполняли тогда вместе с мамой. И какой опасности подвергались. Мама берет меня, меня с собой, и идет за 7 километров с село Дерюгина. Вот. Мы пошли, идем туда, она мне приказывает. Будем ездить через лес. Вдруг встретятся полицаи или немцы. Говорит, что корову ищем. Догоняет нас в верховом на лошади. Говорит, возвращайтесь. Их дом арестован. Всех арестовали. Вы подойдете к дому и вас арестуете. И мы вернулись. Из-за того, что их поселок располагался практически в лесной зоне, немцы там постоянно не находились. Заезжали иногда с проверками. Зима 42-го выдалась морозной. Ребята часто ходили в лес за хворостом. Прилетел самолет наш низко, низко на поселке, поселок Акутен, где он, около леса. И так, начало опускать. Думаю, летит что-то из этого самолета. Да и все падает на тот, на снег, на снег. Мы говорим, это ахвиши. Только он пролетел, мы побежали ахвиши собирать. Наверное, собирала много-много ахвиш. Притащила домой маму. Ну, куда ты их притащила? Эти агитационные листовки или афиши, как назвали их тогда дети, сыграли страшную роль в судьбе их поселка. Через некоторое время заезжает отец. Заехал отец, а мама говорит, вон, Настя принесла ахвиши. Он говорит, какие их дай познать. О, говорит, это наши ахвиши. Давай, говорит, и сюда мы разошлем их по селу, по деревням. А накидку свою бросил на эту. На вешалку повесил. Она говорит, тяжелая, когда надо, тогда заеду, возьму. Вот. Только он уехал, ну, может, полчаса или час прошел. Карасин наотряс заявился. Дом Кулабыховых стоял первым у дороги. Полицаи начали обход с него. К нашему дому подъехали. Вот. А он зашел, прям этот вот человек, да, говорит, а это что висит. Анастасия Михайловна вспоминает, как она, не жива, не мертва от страха, выскочила за дверь и побежала. Но не прятаться от врагов, а предупредить своих, что приехали каратели. Я завернулась через поле, побежала на Карпеево поселок. Прибежала на Карпеево поселок, а Николай Иванович Ермаков говорит, «Настя, что у вас там стрельба?» А я говорю, «Карательный отряд». Я прибежала вам сказать. Он говорит, «Все, больше ничего не говорил». Тогда все обошлось. А через некоторое время в их поселок вновь нагрянул карательный отряд. Пришли они сразу и спросили партизана, «А, корсеток-то вон, но в косяк же мы на этой стороне, а он на этой». И он показал им нашу хату. Это было 19 января 1942-го, на крещение. Меня как все равно сердце дернуло ввысь на улицу. Я вышла на улицу, бежит мальчишка, и кричит, «Ой, Настя, сколько их едут!» Я говорю, «Урешь!» Он говорит, «Посмотри». Я к этому шокетнику подбежала, посмотрела, они уже к нашему саду подъезжали. Только прямо рванула дверь, «Мамышка, скорее уходите, они в нашем саду». Она не помнит, как добежала тогда до соседей. Они, вот эти некоторые полицаи, бьют дедушку старого, ему 80 с лишним лет. Они его плеткой, вот такая плетка была толстая, они в его плеткой стебают старый дурак, говори, где партизаны. А он, «Дети мои, вы же все наши дети! За что вы меня бьете? Я не знаю, кто такой партизан, грибы или лес? А, так ты этого не знаешь, да еще даже». Ее рассказ – словно кадры из страшного кино. Но это было на самом деле. «Мама заплакала. Смотрим, а в средине дома горит. Они все в доме собрали и со средины запалили ему. Я говорю, «Мамочка, не плачь, а то кто зайдет, узнают тебя и заберут». Стало темнеть, но каратели не уезжали, пока не убедились, что дом спасти уже нельзя. «Когда пробило крышу, все кругом охватило, тогда они завернулись и поехали. Ну, поехали, уже гореть все, весь двор загорелся. И курей забрали, и поросят забрали, и гусей забрали, и утей забрали. У нас все еще хозяйство было. Не думали, что это. И корову, за корову, корова выскочила, они так гоняли, пока она задохлась». Тогда они практически остались на улице. Зимой. В крещенские морозы. Мать и четверо детей. «В чем вот сидим мы, в том мы и остались. А как были одеты, так и все». «Отец после нас привез в Чернику, и в Чернике мы жили у бабушки, мамы и матери». В марте 1943 года Дмитриевский район был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Партизанский отряд откомандировали в Курск. «И пошли мы ночью, ночью пешком на соединение с Красной Армией. Приходит начальство расформировать». И Катя с отцом отправились домой. В дороге их застала страшная новость. «Едем, стоит старичок угладкой. Папаша останавливает лошадь, поздоровка лися. А он говорит, ну, как Миша завоевал с дочкою, а бабушку твою похоронили». Я упала на сани, закричала и всюду дому, дорогу кричала. «Катя, это бабушка умерла». Я говорю, нет, это мама». Отца призвали на фронт. Дети остались жить с бабушкой, но у них вновь случилось несчастье. «Пришла со школы, сижу, кушаю, смотрю, и это заходит в дом. Заходит, и я говорю, бабушка. А бабушка сейчас придет. Они живут, а невестка идет по соседству, жена, и плачет, кричит. Бабушки нету, бабушку застрелили». И сестры вместе с братом снова остались одни. «Невестка забрала. Мы, да, это зимой было, мы зиму побыли в ней и переехали на свой поселок. Там на нашем поселке у нас была сделана этими солдатами землянка. Землянка с печкой, все, только заходи и живи». Так они и жили, пока с войны не вернулся отец. 18 июня 1946 года он был награжден Орденом Красной Звезды. В 1985 – Орденом Отечественной Войны Второй Степени. Последние пять лет сестры живут вдвоем. Хлопочут по хозяйству, ходят на прогулки. Они опять вместе. Говорят, как в детстве. Все мы сейчас делаем. Поедим, посидим, телевизор посмотрим. Вот и все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова